Добрый день! Продолжаем наше занятие по подготовке Единому государственному экзамену по обществу знаний. Сегодня мы рассмотрим задание номер 22. Текст мы уже знаем. Давайте посмотрим на само задание. Привлекая общественные знания, объясните смысл понятия производительность труда. На какие показатели влияет производительность труда? Назовите любые три показателя по тексту. Давайте сначала отработаем с самим вопросом. В данном случае с прошлого года у нас появилось изменение. Дополнительный вопрос – это объяснение понятия смысла какого-либо понятия. Ребята обычно привыкли к тому, что спрашивается вопрос и на него необходимо дать ответ. В данном же случае до того, как я дам три ответа, мне необходимо дать полное правильное определение понятия, что такое производительность труда. Потом, вот этого, конечно, в тексте нет определения. Вам самим придется вот это все вспомнить и написать правильный ответ. Потом уже снова начинается работа с текстом и какие ответы у нас могут быть на второй поставленный вопрос. На какие показатели влияет производительность труда? В тексте довольно много ответов дано, вам необходимо найти только три. Так, давайте посмотрим. Во-первых, в тексте написано, что общая конкурентность экономики. То есть наша страна должна быть конкурентоспособна на мировом рынке. Во-вторых, динамика рынков. В-третьих, ускорение роста внутреннего валового продукта. В-четвертых, повышение заработной платы. И эффективная занятость. Так, и, соответственно, получается, если вот из пяти представленных правильных ответов вы найдете три, то вы уже ответили правильно. Давайте рассмотрим пример. Так, вместе читаем. Производительность труда, объем произведенной продукции за определенный период времени, производительность труда влияет на общую конкурентоспособность экономики, динамику рынков и ускорение роста внутреннего валового продукта. Давайте несколько секунд я вам дам. Подумайте, это является правильным ответом или нет. Так, читаем. Определение первое. Что такое производительность труда? Ребенок у нас дает такой ответ. Это объем произведенной продукции за определенный период времени. Во-первых, обращаем внимание, что есть объем и есть время. Во-вторых, считаем количество ответов на второй вопрос. Общая конкурентоспособность. Раз. Динамика рынков. Два. И ускорение роста внутреннего валового продукта. Совершенно правильно. И таким образом, за данную работу можно получить два балла. Так, следующий пример. Так, читаем второй пример. Производительность труда – это эффективность. Обращаю внимание ваше на то, что в предыдущем примере, например, было же написано, что не эффективность, а объем трудовых ресурсов, выраженное в количестве и качестве. Но тут упомянуто понятие количество, качество произведенной продукции. Производительность труда влияет на следующие показатели. И, соответственно, давайте посмотрим, можно считать вот это правильным ответом или нет. Что произведение труда – это действительно эффективность. Вот подумайте. Пока вы думаете, давайте еще посмотрим на второй блок. Общая конкурентоспособность, динамика рынков, уровень заработной платы и показатели роста внутреннего валового продукта. В данном случае два балла ребенок получить не может. Почему? Потому что не четко дан ответ на первый вопрос. Что такое производительность труда. И, соответственно, данная работа оценивается одним баллом. Так, идем дальше. Так, мы отработали задание номер 22. Следующим заданием по тексту является задание номер 23. Так, тоже давайте внимательно прочитаем, что нам необходимо сделать. Какие задачи государства по развитию экономики, кроме роста производительности труда и импортозамещения, обозначены в тексте? Да, действительно, это должно быть в тексте. При этом вопрос довольно сложный же. Какие именно задачи государства по развитию экономики, при этом не беря за основу, кроме роста производительности труда и импортозамещения, написано в тексте? Вот это все надо найти. Так, следующий вопрос. Назовите любые три такие задачи. Обращаю ваше внимание, что если вы напишите две задачи, это как за правильный ответ считаться не будет. Опираясь на знание курса, когда вот, ребята, мы видим такое словосочетание, опираясь на знание курса, да, это означает, что в тексте данного ответа точно уже нет. Вам необходимо это написать самостоятельно. И факты общественной жизни. Приведите возможные меры, необходимые для реализации каждой из них. Давайте посмотрим, какие ответы у нас должны быть. Общее количество баллов за данное задание – три балла. Первый вопрос. Какие задачи государства по развитию экономики, кроме роста производительности труда и импортозамещения, обозначены в тексте? Ответ. Создание условий для тех небольших компаний, которые реализуют стартапы, выходят на рынки с прорывной продукцией. Это в тексте Владимира Путина написано про стартапы. Так, следующее. Например, допустим, принятие программ субсидирования, льготного кредитования для финансирования стартапов малых компаний, работающих в высокотехнологической сфере. Так, это ответ на первый вопрос. Далее. Формирование системы поддержки экспортно-ориентированных компаний. То есть нам президент страны говорит, что правительство должно поддерживать стартапы, и при этом эти стартапы должны быть ориентированы на внешний рынок, на экспорт. Допустим, установление льготного режима налогоблажения для экспортно-ориентированных компаний. Третий ответ. Либерализация и улучшение делового климата. Допустим, сокращение и ограничение количества проверок бизнеса надзорными органами. Как в свое время говорил экс-президент Медведев, прекратите кошмарить бизнес. Поддержка бизнеса. Так, и четвертый ответ. Повышение гибкости рынка труда. Допустим, государственные программы повышения квалификации, льготные условия для малого бизнеса. Рынок труда. Поддержка рынка труда. При этом еще раз обращаю ваше внимание на то, что каждый ответ должен быть аргументирован. Вот, например, первый же вопрос был, какие задачи государства по развитию экономики. И еще есть приписка, чего нельзя упоминать в данном ответе, потому что в тексте это, конечно, есть, но вы должны дать из другого контекста. Какие задачи государства по развитию экономики обозначены в тексте. И, соответственно, вот почему именно мы должны стартапы поддерживать. Почему эти стартапы должны быть ориентированы на экспорт. Почему бизнес нуждается в поддержке государства. И почему нужно развивать конкурентоспособность нашего рынка труда. Вот это все надо обозначить, как свой ответ представить. Тогда у вас максимальный балл будет. Так, давайте вместе посмотрим на варианты ответа. Первый ответ. Повысить гибкость рынка труда. Необходимые возможные меры. Создание новых рабочих мест. Сокращение возраста выхода на пенсию. Развитие организации помощи в трудоустройстве. Например, на данном примере я бы хотел подчеркнуть то, что очень хороший почерк – это большое преимущество. Обратите на это внимание. Следующее. Создание условий для тех небольших компаний, которые реализуют стартапы. Возможные меры налогов для таких компаний. Создание организационной помощи в поисках инвесторов. Понизить процент по кредитам для новых компаний прорывной продукции. Так, давайте вместе подумаем, сколько у нас ответов. Напоминаю, что в данном случае можно было получить 3 балла. Но из-за того, что некоторые моменты тут не учтены, эта работа оценивается двумя баллами. Так, и второй пример. Мера создания новых рабочих мест, открытия новых государственных и частных предприятий. Видите разницу, в чем ребенок пишет, потом объясняет, почему именно. Следующее. Создание условий для небольших компаний, реализующих стартапы. Мера учреждения государственного конкурса для получения финансирования лучшего стартапа. Формирование системы поддержки экспортно-ориентированной отношений. Мера возмещения небольшого процента расходов на транспортировку определенных видов продукции, предоставляемое государством. Но в данном случае тоже упущен момент. И поэтому, и в данном примере тоже, к сожалению, ребенок не может получить 3 полных балла. Работа оценивается двумя баллами. Спасибо за внимание.